Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенко, кандидат в сельскохозяйственных наук. И сегодня мы займемся сохранением урожая с молоду. Каждый год в жизни растения – это как будто маленькая жизнь. Каждый год начинается с цветения, затем идет завязывание, созревание и так далее. Май месяц очень важен для жизни всех садовых растений, будь это ягодники или плодовые деревья. Одни из них заканчивают цветение, другие, как яблоня, только вступают в этот важный момент. Третьи уже завязали урожай ягод, например, жимолость, смородина и крыжовник. Но для всех них очень важно сейчас провести защиту от болезней и вредителей. Молодые сочные листья, молодая зависть крайне восприимчива к болезням, их шкурка нежная и тонкая. И появляется огромное количество любителей различного рода, насекомых, клещей, которые готовы скушать наш урожай еще до того, как он сформировался. Итак, май месяц. Что мы должны сделать в первую очередь? Для тех растений, которые еще цветут, особенно косточковых, это вишня, черешня, персик, абрикос, алыча, очень важно провести защитную обработку от манилиального ожога фунгицидами по цветку. Для тех, кто еще не вступил в цветение, либо окончил его и опали все до последнего лепесточки, обязательно проводим защитную обработку и от болезней, и от вредителей. Многие болезни и вредители приурочивают свое распространение именно к вот этой вот фазе развития, завязывания плодов. Мы опрыскиваем такие деревья, такие кустарники уже баковой смесью фунгицидов и инсектицидов. Для тех растений, которые поражаются клещами, особенно сильно, например, у груши в этом году ожидается вспышка галлового клеща, обязательно используем окорициды. Это может быть коллоидная сера. ПСК. Другие окорициды, которые действуют более щадяще по сравнению, допустим, с окторой или эфорией, омайтом или другими синтетическими препаратами. Но обязательно нужно провести эту обработку. Итак, после цветения обрабатываем свои деревья, кустарники баковой смесью фунгицидов, инсектицида, а также обязательно добавляем какое-либо комплексное растворимое удобрение. Будь это комплемет, либо эколист сады, либо кристаллон специальный зеленый. Эти удобрения помогут поддержать иммунитет растений, повысят их сопротивляемость и обязательно помогут сформировать хороший урожай крупных вкусных плодов. Не забываем также про ягодники. Именно сейчас, после цветения, у крыжовника, у смородины активизируются различные вредители, такие как пилищики, уничтожающие ягоды, такие как клещи. Именно сейчас, после цветения, распространяется смородиновый почковый клещ, заселяя новенькие, молоденькие почки, которые вот-вот начнут формироваться. И это очень важный момент, чтобы остановить его распространение. Для того, чтобы справиться со смородинным клещом, используем акарициды, либо инсектоакарициды. Опять же, это может быть октора, это может быть омайт, это могут быть другие разрешенные у вас препараты. Не пропустите, пожалуйста, эту обработку. На землянике, если она еще не зацвела у вас, не забудьте провести защитное опрыскивание от земляничного долгоносика, который способен очень серьезно снизить урожайность даже самых высокоурожайных сортов. Если же клубника зацвела и начинает завязываться, вам здесь помогут только препараты от болезней, от различных пятнискостей, причем желательно биопрепараты. Допустим, фитоспорин. От насекомых используйте битоксибацилин, фитоверм, аверсектин, потому что ягоды всегда созревают гораздо раньше, гораздо быстрее, чем, допустим, у тех же яблок, у которых запас для созревания в несколько месяцев. Если вы соблюдаете эти нехитрые правила и проводите защиту вовремя, то ваши деревья всегда сохранят здоровье и каждый год у вас будет с урожаем. Прответания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок и до новых встреч на нашем канале!